всем добрый вечер это агитпроп по живому мы очень часто слышали предложение после того как закончили фильм об образовании фильм последний звонок ссылка здесь под роликом как обычно предложение заняться здравоохранением рассказать о том что происходит в нашей медицине и мы всячески избегали этого поскольку понимали насколько болезненная тяжелая тема но тема нашла нас сама не раз и не два наверное каждому из нас кому доводилось спорить с нашими либеральными оппонентами приходилось выслушивать аргумент выслушивать аргументы о том что каждый сам хозяин себе каждый способен и должен быть способен зарабатывать на жизнь и на врача на страховую компанию если экономика рыночная то и медицина в этой экономике должна быть рыночной наверное это так действительно но ровно до момента пока человек не сталкивается с обстоятельствами непреодолимой силы об этих обстоятельствах и о людях которые с ними борются мы сегодня говорим с нашим гостем олегом кэпом кэпом олег привет привет константин ты принципе правильно все сказал потому что говоря проще говоря простым языком если бы не наследие советской медицины вот этим ошметки бесплатно медицина скажем так если бы не это я бы уже был мертв вот с вами здесь не сидели не разговаривали тогда расскажи в чем история как выглядела жизнь до диагноза какой диагноз и что изменилось после того как он был озвучен ну да это собственно такое рубикон вся жизнь была до и жизнь после слава богу пока еще жив слава богу пока продолжаю бороться большое спасибо врачам которые за мою жизнь горятся а так в один прекрасный не скажешь наоборот ужасный момент просто приходишь на очередное обследование все сообщают дорогой наш человек у тебя опухоль ты все равно надеюсь продолжаешь надеяться что это все-таки доброкачественное какое-то образование и думаешь господи ну как так ну ну да ну были боли в боку говорили что камни в почках несколько лет мучила эта проблема просто в какой-то момент стали сильные 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 боли и мне посоветовали сделать узи брюшной полости сделали узи брюшной полости и слава богу что я это обследование проходила в мэре в обниске если бы в обычной поликлинике проходил возможно там бы сразу так четко диагноз не поставили в обниске сразу забили на аббат ну потому что это их специфика я почему туда поехал просто это не так далеко от меня клиника пользуется большим уважением большим авторитетом и многие туда ездят просто на обследование потому что там хорошие врачи там толковые врачи сделали обследование там уже пяти сантиметров опухоль после этого были а гастроскопия колоноскопия колоноскопия показала то что злокачественное образование после этого уже было из к ты а из к ты установила степень третья стадия уже поражение лимфоузлов но поскольку я прописан в этом регионе я находится клиника меня как житель области быстро 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 пропихнули на операцию скажем так что чувствую человеку момент когда него сообщают такое словами не передать и не дай бог никому это испытать вообще никому никогда это хочется кричать полный недоумение как ну как почему главный вопрос почему за что мне это все я не был алкашом я не вел какой-то там жутко греховный образ жизни скажем тогда обжил обычной жизнью ну да курил ну и продолжаю курить потому что врачи сказали если тебе помогает психологически держаться продолжай мы просто будем делать поправку на в анализах будем делать поправку на то что ты продолжаешь курить жил обычной жизнью и ни с того неси его бац третья стадия онкологии и не просто онкологии если бы это была обычная опухоль скажем так обычной клетки то я уже наверно забыл про все это дело ну как естественно помнил бы шрам бы давала себе знать ограничение в пище ограничение физических упражнений какие то а тут в клетках содержится мутирующий ген в клетках есть мутирующий ген который не дает химии работать то есть он меняет клетки они приспосабливаются к химии и сейчас я уже на четвертой линии лечения то есть была одна их и была операция удалили полметра кишечника и 26 лимфоузлов после этого было три курса химии очередное обследование показало то что болезнь продолжает прогрессировать я попал в протокол испытания препарата нового там было четыре курса опять прогрессирование 7 курсов обычной химии опять опять прогрессирование вторая операция уже надеялись то что у школе она дальше вроде сильно не не прогрессирует ну то есть лимфоузлы увеличиваются но дальше дальше не идет другие органы надеялись то что сейчас вырежут эти лимфоузлы и буду здоровым человеком не получилось прошло два месяца сделали очередной скт в тех же самых местах опять лимфоузлы опять у них онкология мне сама вот эта ситуация хотя как будто бы знаешь между нами такое стекло пуля непробиваемая до и после я могу какие угодно слова говорить я все равно тебя до конца не пойму и и не изображу что я тебя понимаю это никто не поймет но сама ситуация мне напоминает знаешь человек падает с борта в ледяную воду без спасательного круга и внезапно вынужден искать хоть какую-то помощь кто может человеку в этот момент прийти на помощь родные родные да вообще родные друзья любая помощь нужна как грится кошки добрые слова приятно кружки можно сегодня жизнь такая что добрых слов мы не слышим ни от кого и здесь же речь даже не о самых близких твоих людях которые способны как-то тебя поддержать о том есть система которая может человеку протянуть руку и оказать ему помощь тут в первую очередь важно же чтобы своевременная помощь была сначала диагностика а потом консультативная и если понадобится хирургическое если понадобится медикаментозная помощь правильно что из этого у нас еще существует в стране из этого у нас существует это не только в моем случае этого вообще операции делаются бесплатно лечение проводится бесплатно а вот обследование к сожалению платные то есть во многих центрах это все платно то есть к примеру мне нужно чтобы бесплатно пройти с кт мне либо нужно ехать за 100 верст в областной онкоцентр либо получать у себя по месту прописки в поликлинике форму 057 дробь 04 это очень важная штука это очень нужная штука и я думаю нас будет смотреть много людей пожалуйста если у вас какие-то приключилась беда у вас или у кого-то у родных и нужно какое-то дорогостоящее лечение или какое-то дорогостоящее обследование у вас есть это право у вас есть это право просто не всем об этом говорят во многих регионах к сожалению сложная финансовая ситуация и просто не озвучивают пациенту те права которые у него есть если не хотят давать пусть письменно дают отказ почему не предоставляют такую форму почему отказываются ее выдавать если такое происходит обязательно сразу идти в страховую компанию и там уже страховая компания будет сама с поликлиниками разбираться потому что страховые компании получают за это деньги им это выгодно это бизнес по сути да это бизнес это наше право но существует такая на мой взгляд немного бредовая система когда клей когда местные поликлиника трясется за за бюджет а в конце концов она должна будет это все я так понимаю оплачивать поэтому не особо хотят эти формы выдавать страховым компаниям выгодно эти формы выдавать то есть поликлиникам не выгодно выдавать страховым компаниям выгодно давать поэтому между ними идет борьба если вам в поликлинике не дали эту форму жалуетесь страховую компанию она уже сама выбивать так и такая бредовая система тебе по сути повезло что это обнинск я правильно понимаю да по сути повезло что я просто знаю что за пределами обнинска иногда возможно совершенно другие сценарии а если тебе предположим не 30 или 25 или даже 40 лет а 80 или 75 то нередко мне доводилось слышать что человеку просто намекают на то что уже вряд ли что-то можно исправить об этом слышал к сожалению историю услышал я много самых разных за за то время пока лечусь потому что ну сейчас я на на таблетках скажем так то есть терапия которую я прохожу это я пью таблетки а бывало как когда я лежал на капельницах у меня вот здесь порт были когда я был на терапии фулфире это двое суток непрерывно под капельницы лежишь ну и хочешь не хочешь все равно слушаешь соседи по палате или просто людей ходишься с этим как с флакелом с инфузоматом по больнице потому что он двое суток лежать без движения с ума сойти ходишь по больнице даже в курилку забредаешь с этой дуренды общаешься с людьми и разные рассказывают кто откуда я живу в окрестностях об низком не он мне об низкой мэр близко многие люди приезжают из за 1000 верст едут спасаются до спасаются говоря говоря откровенно люди находят врачей у себя в регионе да которые неравнодушны то есть вот есть те которым все равно те которым не все равно люди очень важно найти своего врача очень важно найти человека не просто врача еще и человека который к тебе относится не как какой-то игрушки не как какой-то вещи не просто как пациенту а вид в тебе человека и у него болит за тебя душа и он пытается сделать все возможно для того чтобы тебя вылечить и вот если ты находишь такого врача тебя высокие шансы победить болезнь по крайней мере прожить подольше я слышал много истории когда людям в других регионах просто откровенно говорят слушай если ты хочешь выжить и жарь в обмиск просто откровенно говорят если ты хочешь жить езжай туда то что эти островки помощи государственной помощи на которой можно за которой можно зацепиться на которой можно опереться еще сохраняются еще существует это инерция советской медицины советская система здравоохранения естественно собственно самый мэр что это такое институт медицинской радиологии бывшему сейчас он по-другому называется это это наследие советского союза слава богу не все разрушили слава богу не все разрушили но разрушают но разрушают к сожалению разрушают мы с тобой познакомились заочно ты ведешь достаточно популярный аккаунт в твиттере кэп 30 тысяч подписчиков там ты не пишешь болезни в основном как я понял ты рассуждаешь о жизни делишься своими взглядами на нее доводилось ли тебе обсуждать эти взгляды с врачами что врачи думают о происходящем в медицине потому что мы знаем что зловещее слово оптимизация с врачами с врачами это таких разговоров нет почему потому что к тебе все-таки приходишь уже со своей бедой и больше ни о чем не думаешь но пока лежишь в больнице хочешь не хочешь слышишь разговоры медперсонала а медперсонал открытым текстом говорит врачи загрузили работы по самой неба вы потому что каждая операция это деньги для для больницы бизнес бизнес их просто эксплуатирует нещадно плюс их нагружает еще одним еще одним еще одним они должны еще ввести прием я даже не представляю сколько им всего приносится у на это приходится выносить как они все это дело тащит на себя как они еще не бросили все это дело вопрос поражаешься парни вот я говорю огромная благодарность этим людям огромная благодарность если бы они мы бы с вами сейчас просто не разговаривали была мысль обратиться в храм я ходил пару раз ну как сказать я хотел бы верить вот честно я хотел бы верить но я больше материалист материалист коммунист ну коммунистом я не могу себя назвать скорее социалист как это пришло к тебе семья из узбекистана насколько я понимаю из ташкента из ташкента расскажи немного о ней о том как твое представление о реальности формировалась почему материалист это не модно сегодня вообще как сказать собственно у меня вся семья практически была такая атеистичная по большому счету у меня бабушка несмотря на то что крещеная по сути атеисты и в семье эти идеи религиозные как как-то не особо приживались до в конце восьмидесятых когда появилась мода на религию когда наша страна стала погружаться в пучину мракобесия скажем так стало модно ну тогда меня покрестили когда мне уже было девять лет но у нас смея то было не не распространено очень многие люди столкнувшись вот с какой-то бедой чрезвычайной ситуации пересматривают взгляды и и и все-таки идут туда почему с тобой этого не случилось у меня прадед был верующим то правит мне был верующим при этом он был коммунистом его из сибири послали поднимать колхозы в казахстане вот из казахстана уже потом моя бабушка переехала ташкент он был верующим но при этом попов на дух не переносил вот так усложилось там ведь не надо забывать о том что сибирь это сибирь долго помнила колчака и его приспешников скажем так и и то что до революции попы были у священники извиняюсь выражение священники были далеко не все святыми тоже не надо забывать вот у них как раз в деревне священник не был святошей и вся деревня его просто на дух не переносила поэтому у нас как-то семья шло что вере ничего плохого нет если вера внутри тебя есть это тоже неплохо но необязательно искать где-то она должна быть внутри тебя и все-таки почему именно левые взгляды почему не либеральные допустим почему не почему нет я так понимаю что ты не пытался вписаться вот в эту новую ручную систему работу специальности себе подбирала так или иначе связаны с людьми с социальной сферой почему вот до этого водораздела почему ты не стал одним из этих вот идущих по головам прорывающихся к успеху не знаю вот честно говоря я больше хотел заниматься наукой когда я учился мне было большое не было большое желание заниматься науками не было интересная история до сих пор история это моего хобби то есть я кончил университет и продолжал что-то изучать мне это было интересно когда заканчивал университет я понял то что наука никому не нужна что и ей не себя не семью прокормить не смогу а когда я переехал из ташкента сначала москву потом в пригород обнинска я пытался найти себя но я ведь на тот момент был гражданином другого государства а тогда не было никаких патентов на работу ничего вот этого не было и очень сложно было устроиться с этим зеленым паспортом я искал куда можно приткнуться уже просто потом в конце концов на как танк шо то есть и как раз из тех наших соотечественников которые должны были рвать на груди рубаху доказывая что да они соотечестве да я через все это дело проходил слава богу нашлось место потому что у меня уже была такая ситуация что либо у меня заканчивались деньги которые я привез с собой с ташкента то есть я там продал компьютер много еще много чего по продал чтобы переехать на историческую родину на родину предков и узнать что никому не нужен узнать что никому не нужен да мало того что никому не нужен так еще и выслушивать в авире зачем ты сюда приехал и когда один раз услышал этот вопрос я просто опешил и не нашел ничего лучше чем ответить мне вообще-то за эту страну прадед кровь проливал куда мне еще деваться куда мне русскому человеку еще уезжать я не не куда-то за рубеж уехал я не какой-то извините незваный гость скажем так у меня здесь и родственники живут это земля моих предков но я здесь тоже не нужен это бред как распадался союз как это выглядела в ташкенте чудовищно чудовищно водораздел моего детства по большому счету это был восемьдесят девятый год то есть до восемьдесят девятого года ну достаточно допустим она уже потихоньку катилась катастрофе благодаря незабвенному михаил сергеевичу него незабвенной перестройки то есть уже полыхал кавказ уже было неспокойно в других регионах уже прибалтика на намазала лыжи чтобы выйти из состава но средняя азия еще было более-менее тихо и вот восемьдесят девятый год резиня ферганская долина от меня до ферганская долина было не очень далеко и не спокойно было во всем регионе то есть до вчерашнего дня было все тихо спокойно ну да какой-то бытовой национализм у кого-то процветным у кого-то наверно был то есть бытовой национализм присутствовал во многих регионах еще 70-х годов и об этом слышал и не только из от собеседников из средней азии то есть мне говорили люди уехавшие из украины что и там 70-е годы это уже стало проявляться и средняя зита тоже стал проявляться и все и мало того 70-е годы даже средней азии появилась ух появился ваххабизм об этом мало кто знает об этом практически не говорят и для меня самого это было большим удивлением но нам университете рассказывали то что в 70-е годы средней азии про проник ваххабизм то есть проблемы были но пока государственная машина работала нормально пока она была еще дееспособна пока все не разлетелось к чертовой матери все это было незаметно для простого глаза тем более сколько мне было лет семь восемь что это мы замечаем да и если какие-то косые взгляды были то я наверно особо внимания не придавал а восемьдесят девятый год это действительно водораздел раздел потому что твои друзья во дворе с которыми ты вчера играл с которым не было никаких проблем и никто не спрашивал кто какой нации а ташкент был очень многонациональный город вот это был действительно многонациональный город двухмиллионный город в котором коренное население узбеки составляли только 49 процентов а 51 процент все остальные нации и главные какой и самая большая этническая группа была после узбеков естественно русские это был очень многонациональный город там все было перемешано все было по намешано во дворе у нас жили представители самых самых разных национальностей никто никогда не никого не спрашивал ты кто русский татарин узбек так далее и тут произошел раскол те с кем вчера нормально общались те с кем вчера в одной песочнице игрались друг тебе заявляют что ты враг что русский вали в своя россия русские в рязань татары в казань этот какой-то абсолютно абсолютно не так далеко от моего дома там на четырех этажке появился огромный такой плакат это бог это вот к в раннем 89 года русский в рязань татары в казани да и все это дело происходило на глазах и все это дело запомнилось самым главным страхом какой-то абсолютное непонимание что происходит почему так происходит ну это нормально все было прошло буквально несколько лет после распада ссср с теми же самыми людьми разговаривал спрашивал почему такое вообще было зачем ты так себя вел ты действительно меня ненавидишь за то что я разговаривал не могу он великий на россии что он не будет было скидывать на русский тот уже глаз полу опускал ему было стыдно и он сам не мог объяснить почему он так себя вел У меня такое ощущение, что конец 80-х, эпоха перестройки, это эпоха массового безумия. Реально просто люди сошли с ума. Буквально через несколько лет произошел такой интересный эпизод. СССР уже рухнул, из Казани в Ташкент переезжает татарская националистка, прям такая упоротая националистка с ваххабизмом головного мозга. И она постоянно мутила воду о том, что всех русских надо выгнать, и так далее, и так далее. Мы тут мусульмане, мы тут построим халифат, и так далее, и так далее. Несколько лет ее еще... Ну, поначалу ее идеи воспринимались на ура. То есть вот этот союз только-только развалился. Людям в голову вкладывали безумные идеи о том, что сейчас всех русских выгоним и будем жить, да не то жить, купаться в золотых ваннах и ходить на золотой унитаз. Что у всех будет прекрасно, что все будут в роскоши, потому что у нас есть хлопок, у нас есть нефть, у нас есть газ, у нас есть золото. И русские нас объедают. Это было во всех республиках. Прошло буквально несколько лет. И все эти разговоры... Вот для меня почему этот эпизод имеет значение? Потому что я своими глазами видел этого агитатора. Агитатора такого пещерного национализма. Пещерной русофобии. На моих глазах, в соседнем подъезде, сказал бы, что тебе от нас надо? Почему ты нас ненавидишь? Вот за что? Просто за то, что я русский? Да. Ненавидь за то, что я русский. Ненавидь за то, что я не мусульманин. И если первый год ее еще слушали, то есть в 92-м году ее еще слушали, ее идеи воспринимали. В 93-м году, когда стало уже туго жить, когда стало понятно, что золотых ван далеко не всем, золотые ванны далеко не всем светят, уже такое стало отношение к ней более-менее прохладное. Наступил, прошло еще немного времени, 94-й год, в конце концов, эту тетеньку, татарскую националистку и проповедницу радикального ислама, сами узбеки, в лифте поймали и популярно объяснили, что не надо здесь этого делать, не надо здесь эти идеи проповедовать, не надо людей стравливать дальше. А были среди узбеков те люди, которые понимали, что происходит, и пытались этому сопротивляться? Да, были. Которые понимали, чем был Советский Союз? Да, были. К сожалению, многим из них пришлось тогда уехать. Из Узбекистана узбекам уехать? Да. Их уже, вот эти вот пропагандистки, пропагандисты, вот эти, разжигавшие национальную ненависть, их обвиняли в том, что они неверные уже, то, что они там... Неправильные узбеки. Да-да-да, то, что они неправильные узбеки. То, что они уже больше русские, чем узбеки. Что они уже не мусульмане и так далее, и так далее. И ненависть к русским всегда шла рука об руку с ненавистью к советскому, ко всему. А оно ведь не отделялось. То есть, говорим советский, понимаем русский. И говорим русский, понимаем советский. Для всех республик, национальных окраин это было вообще одно и то же. Советский Союз, столица Москва, государственный язык русский. Сейчас мы имеем Российскую Федерацию, столица Москва, государственный язык русский. В Узбекистане не осталось людей, которые еще понимают, что такое классовая борьба, что такое социализм? Думаю, что если есть, то очень мало. Там это, думаю, не очень приветствовалось, что прошлым президентом, что нынешним президентом. Хотя они оба выходцы из КПСС. И, кстати, в Ташкенте в пионеры принимали дольше силу. Нужно было доказать. Между прочим, Средняя Азия дольше всех не хотела уходить из Союза. Это факт. Казахстан объявил независимость только 26 декабря 1991 года, когда уже даже Горбачев подписал заявление об отставке. Эти республики дольше всего хотели оставаться в составе СССР. И мы до последнего надеялись, что Союз останется. И 25 декабря 1991 года, день, когда с Кремля спустили Красное Знамя, это был один из самых страшных дней. Это абсолютная беспомощность, непонимание, что дальше-то вообще. И 26 декабря 1991 года я проснулся в чужой для себя стране. То есть вчера я жил в своей стране, сегодня уже я не пойми кто. А почему, столкнувшись вот с этим бытовым национализмом, ты сам не стал националистом? Ну, как сказать, долгое время я шовинистом-то был еще каким. То есть стал? Да. Да. Не буду этого отрицать, потому что очень сложно было этого избежать. Когда тебя ненавидят, когда тебя притесняют, естественно, ответная реакция. Что вы вообще-то, ребята, никто из вас никак. Без русских. Да. Но постепенно, постепенно с годами пришло понимание о том, что любой национализм вообще вреден. Любой. И русский тоже. И русский тоже. Почему? Потому что в составе СССР было 15 республик, в том числе Россия. И 14. Как сейчас говорят, республики нахлебнутся, да? Хотя мы сейчас только начали понимать, что они не то, что были нахлебники, они были частью единого хозяйственного организма. И расчленение Советского Союза ударило по всем абсолютно. И по нам тоже ударило сильно. Так вот, не надо забывать о том, что сейчас в составе Российской Федерации 23 республики. И когда говорят Россия для русских, у меня русского человека сразу встает вопрос. А куда девать татар? Куда девать башкир? Адыгов, карелов, мордву, чукчей. Это тоже их родная земля. Если вы хотите, чтобы к вам относились в других регионах нормально, то и вы и здесь относитесь к другим нормально. Это взаимный процесс. Одного без другого быть не может. Откуда берется национализм? Как ты для себя выводишь? Как ты теперь это понимаешь? Национализм... Это отравленная трава? Или у этого есть какие-то материалистические объяснения? Это же не мной придумано. О том, что если человеку нечем гордиться в его конкретно жизни, его достижениями, если ему собой не... Если он собой не может гордиться как личностью, то он начинает гордиться своими предками своей нации. Но еще говорят, что национализм это религия мелкой буржуазии. Он всегда необходим лавочник. Возможно. Наверное, это не просто так совпало, что волна национализма у нас поднялась, как раз когда у нас социалистическое государство стало бы все больше превращаться, не пойми в какое. Когда у нас под сурдинку исправления социализма по сути начали приватизировать предприятия. Мы же не должны забывать о том, что перестройка это не только кооперативы вообще. Кооперативы это только часть процесса. Потому что, во-первых, кооперативы разрешили при предприятиях, и все лучшие активы стали из заводов уходить туда. То есть, по сути, корни паразитарной экономической системы, которую мы сейчас наблюдаем, они ведь там. В 88-89 годах. Это даже не Ельцин придумал. Это еще при Горбачеве началось. Создание паразитарной экономической элиты началось тогда. Так вот нам и говорят сегодня все время, что все наши беды, все наши проблемы, проблемы нашего капитализма унаследованы этим капитализмом от предыдущей эпохи. Совок виноват. Недостаточно провели десоветизацию. Да нет, не согласен. Объясните мне, какой еще мог появиться класс? Какой конкретно мог появиться класс предпринимателей в самой богатой ресурсами в стране? То есть нефть виновата? Есть, что пилить. Пока есть, что пилить, естественно, он будет в первую очередь пилить ресурсы. Зачем что-то создавать? Зачем что-то креативить? У нас что, появилась за эти годы компания, сопоставимая с компанией Xiaomi? Нет. У нас распил, 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 распил. Всего вот этого гигантского наследия, которое осталось от Советского Союза. Ресурсное проклятие. Не только ресурсное, это ведь и промышленная база. Гигантская промышленная база. Сколько объектов недвижимости, которое осталось от Советского Союза, всяких домов, пионеров, пионер лагерей, гигантское количество всевозможного недвижимого имущества. А сколько заводов осталось пустых? Это мне напоминает разговор детей, которые пошли по скользкой, какой-то наркоманской тропинке или начали опускаться в жизни, которым родители оставили большое наследство, и они упрекают их за то, что это наследство слишком большое, его невозможно даже распилить. И виноваты родители, конечно. Очень точная аналогия. Согласен абсолютно. Да, да. Так оно и есть, потому что, ребята, вам оставили такое наследие, такое наследство вам досталось от Советского Союза, что просто надо прыгать от радости и кричать «Аллилуйя», потому что, извините, Советский Союз оставил вам совсем другое наследство, нежели царское правительство оставило сначала Временному правительству, а потом Временное правительство оставило Первому Советскому. И большой вопрос, какое вы наследство оставите? Да. Тем, кто идет после вас. А вокруг тебя много тех, кто разделяет твои взгляды? Как сказать? Ну, естественно, аудитория, моя аудитория в соцсетях это отдельная история, а в реальной жизни, ну, так бывает, то, что я могу недельми практически из дома не выходить. Ну, всего болезни. Это форс-мажор, как говорится. Это объективные препятствия. Но, при всем при этом, я очень часто езжу на такси. Вот, избитый штамп, разговор с таксистами, да, об этом, эту тему очень любят педалировать на наши любимые господа либералы. У них очень часто про... Главный источник информации. Да, главный источник информации таксисты. Я понимаю, что тема абсолютно избитая и, ну, такое себе, но мне, правда, действительно часто приходится ездить на такси. И что говорят таксисты? И что говорят таксисты? Вот, очень интересно их зондировать на эту тему. Очень интересно зондировать. Те, кто прожил, те, кто застал Советский Союз, те, кому было, ну, лет 15-20, они говорят четко и ясно. Тогда было проще, тогда было понятнее, тогда было больше справедливости. Но гораздо интереснее говорить с молодыми на эту тему. Те, которые этого вообще не видели, те, которые родились либо в самые-самые последние годы Советской власти, либо уже после развала СССР. Они, естественно, этого ничего не видели. Многие настроены негативно, скажем прямо. Там и школьное воспитание идет по поводу того, что Советский Союз это плохо и так далее. И там по телевизору наш любимый зомбоящик умеет работать. Вот в чем-чем, а в качестве пропаганды, в современной подаче пропаганды нынешнее телевидение достаточку фуру тому советскому. Потому что мы все прекрасно помним, какой кондовый такой старый как бронтозавр, как мамонт. Я на самом деле с тобой отчасти соглашусь. Оно может быть отвратительным, оно может быть тошнотворным, оно может вызывать омерзение, но оно работает. Но оно работает, да. И вот разговариваешь с этими людьми. Как работает водка, предположим, или как работают наркотики. Да, да, да. И вот разговариваешь с людьми, да, даже если у человека есть, ну, такие себе предубеждения, в основном, то, что, ну, то, что, извините, но тогда был дефицит, ля-та-поля, просто 15-20 минут разговора, и в большинстве своем, то есть в 8 случаях из 10 человек начинает говорить, блин, а какую страну-то потеряли. Мне кажется, что твоя история и твоя ситуация это мощнейший, непобиваемый аргумент в любых подобных спорах. потому что каждый раз, когда я вот с людьми точно так же спорю и говорю, представьте себе, что завтра вы остались один на один с бедой. Ну, да. И вокруг вас нет никого, каждый сам за себя. Здесь джунгли, и вас могут только сожрать, когда вы упадете на землю и не сможете защищаться. Представьте себе, каждый думает, что с ним этого не произойдет, но это может произойти с любым человеком. И что тогда? От этого не застрахован абсолютно никто. Я видел и ребят, которым 17 лет, которые столкнулись с этой бедой, и стариков, которым под 90 лет, ну, по 80 лет. У меня в палате был дедок, которому 80 с лишним. Это касается всех. Эта беда может коснуться в любой момент. И от нее никто не застрахован, от нее не спрятаться, не скрыться. Приходится бороться каждый день. Мне кажется, что самая страшная вещь это бороться в одиночку и понимать, что вокруг тебя равнодушие. Это как раз то, что мы приобрели с уничтожением Советского Союза. Когда каждый за себя. Да. И очень, и очень трудно переносить порой ночи. Днем, когда солнышко светит, как-то легче дышится. А вот ночью, когда темно, и у тебя на душе кошки скребут от всего этого дела. Вот тяжело. И вот в такие ночи дожидаешься уже на конец рассвета, понимаешь то, что новый день наступил, и тебе становится легче. Ты читал «Как закалялась сталь»? Нет, к сожалению, нет. Я небольшой любитель, к сожалению, художественной литературы. Я как-то больше предпочитал всегда исторические книжки. И как-то меня зацепила фантастика с детства. Я потому спросил, что там автор прошел через тяжелую ситуацию борьбы в жизни, как раз связанную с болезнью. И герой проходит через то же самое. И это, конечно, была книга Камертон для поколений и поколений советских граждан, для таких людей, как Зоя Космодемьянская и так далее. Хотя я сам закончил школу имени Островского, и я плевался от книжек Островского на каждом, вот к вопросу о кондовости, на каждом этаже школьный музей, бежать просто на всех языках этот Островский изданный. И я прочитал уже только, когда вот уже каких-то сколько-то уже пожил на земле. Но я думаю, что советская система, она воспитывала людей так, чтобы они боролись до конца, до конца. Это очень легко такие пафосные слова говорить, стоя на том берегу и кричать там «Борись!». Но мне кажется, что самое главное, с чем не сталкивался советский человек, насколько я это помню, хотя мы с тобой примерно ровесники, как я понимаю, это одиночество в беде, одиночество в борьбе. Всегда было ощущение, что рядом есть другие люди. Вот, кстати, по поводу воспитания, такое себе. С чем-то в основном можно согласиться, но когда слушаешь, вроде все верно. А потом вспоминаешь нашу историю, а я все-таки, извините, историк по образованию, я сразу проецирую. Вспоминаю, что мы 70 лет воспитывали нового человека, а воспитали первое поколение потребителей, обменявшее на джинсы жвачку Советский Союз, социализм. Это частый аргумент, который здесь тоже многократно звучал, и спорить с этим, наверное, нельзя, но можно лишь вспомнить фразу о том, что по мере приближения к социализму классовая борьба нарастает, и ее никто не отменял. Поэтому, если ты в этой борьбе терпишь поражение, и вот со стороны базиса начинает переть то самое мелкобуржуазное, хапужническое, капиталистическое начало, рано или поздно ты получишь потребителей и реставрацию капитализма. И это естественно. Это не потому, что Зоя Космодемьянская пошла на смерть. Это потому, что впоследствии были воспроизведены те экономические отношения, с которыми она в том числе сражалась. Позволь немного не согласиться, Константин. Знаешь, в чем проблема, на мой взгляд? Ведь не секрет о том, что как планировалось все это дело обустройство, все это обустройство, коммунистическое, мировая революция, правильно? Ведь еще Сталин сказал о том, что беда с теорией, теория нужна. То есть основоположники-то, они много чего правильно написали, но они рассчитывали на то, что произойдет мировая революция и все, после этого капиталистического мира не станет, она станет социалистический, мир коммунистический. А мировой революции не случилось. Ни после Первой мировой войны, ни после Второй мировой войны. И тут вопрос, а что делать? Вот с тех пор мы и стали потихоньку валиться. Вот, например, 55-й год это отмена МЭП, мотивирующей системы, после которого действительно началась уравниловка. Косыгинская реформа, после которой мы опять-таки покатились к уборям. Это даже иностранные, как вы, американские экономисты показывают показатели развития темпов роста Советского Союза до 70-го года и после 70-го года. Ну, так вот как раз и начали восстанавливаться элементы изжитой, казалось бы, системы. Начали восстанавливаться. И, знаешь, у меня приходит такая аналогия. Есть же выражение через огонь, воду и медные трубы. То есть через огонь и воду мы прошли успешно, мы прошли гражданскую войну, мы прошли интервенцию, мы прошли тяжелейшую великую отечественную, но мы не прошли чрезмерные трубы. Испытание потребительства, которое действительно у нас появилось, стало таким серьезным фактором примерно в 70-е годы. Ведь даже если вспомнить те советские фильмы, ведь они же по сути уже мещанский быт, если так разобраться. Или если помнишь фильм такой блондинка за углом 1984 года, это еще до перестройки, это самые последние годы до перестройки, ведь этот весь быт, он уже показан очень хорошо. Мы не прошли испытания медными трубами. Вот самый большой вопрос, а как это все предотвратить в дальнейшем, если, к примеру, одна система сменится другой. Мы не будем сейчас затрагивать вопросы о том, как это произойдет и когда это произойдет, но надо понимать то, что прогресс штука, которая не может остановиться. И, кстати, когда пытаются остановить глобализм, это тоже такое себе, глупость полнейшая. Его невозможно остановить, потому что вся история человечества нас подталкивает именно к этому. Я просто какого свойства, характера этот глобализм будет? Какого характера? Потому что по сути было примерно 1981 год. Если возьмем, было три модели глобализации. Капиталистическая, либерально-капиталистическая точнее, социалистическая и вот третья какая? Какая? после исламской революции в Иране. Ислам. Да. Потому что не надо забывать, что ислам, возврат к чистому исламу, к истокам чистого ислама, для многих в арабском мире, ну не только в арабском мире, в мусульманском мире, воспринимается по сути как возврат к социализации. Потому что он отрицает ростовщичество и так далее, и так далее, и так далее. То есть это опять-таки более общинное, о том, что надо помогать бедным. Именно поэтому идея радикального ислама, то есть возврата к чистому исламу, он набрал популярность. Ну есть вообще идея о том, что вот даже рост радикальных исламистских движений, течений на Ближнем Востоке это лишь отражение нарастающих классовых противоречий. Неравенство в том числе. Таким образом в этом выражается возмущение, негодование широких народных масс. И не надо забывать, кто несет по большому счету этот радикальный ислам. Бывшие агитаторы БААС, социалистической партии, и бывшие офицеры, которые составили БААС, они это и несут. Так вот, мы добровольно отказались, вообще просто это идиотизм был полнейший, добровольно отказались от собственной модели глобализации, в главе которой были мы сами на вершине пирамиды. Но эта модель глобализации требовала продолжения революции, которую ты сейчас упоминал. И вот мы отказались от роли главенствующей в этой модели, в этой пирамиде. нового мира. Ради того, чтобы стать кирпичиком в другой пирамиде? Ради того, чтобы стать кирпичиком, причем в самом-сам-сам-сам внизу, другой пирамиды, в главе которой стоят США, либо Англия, всякие конспирологические теории есть, но в любом случае не мы. Мы там так, на коврике. И вот объясните мне, это было вообще нормально? Нет. Это была глупость селенского масштаба. И если мы вернемся на эту дорогу, это будет как раз-таки нормальное явление. То есть мы с неправильного пути, который нас завел в тупик, а мы сейчас действительно в тупике, в системном тупике, мы вернемся опять-таки на правильный путь развития. Правильный путь, он что, устлан розами будет? Нет, не будет. Или это будет путь потрясений, жертв? Или крови даже? Нет. Если так разобраться, я не догматик вообще никоим образом. Кроме того, нас на ИСТФАКе учили быть критичными. Нас вот такими глазами вбивали эти идеи, что надо мыслить критично, надо мыслить критично, искать причины, первопричины, почему бы государство процветало и почему оно склонилось к упадку, почему произошла революция, почему она не произошла. Почему собственно я стал социалистом, если так разобраться? Точнее я пришел к этим идеям. А потому что другого выхода нет. Другого выхода нет у нас. Потому что мы сейчас действительно в тупике, после которого обрыв. Точнее мы уже полетели в этот обрыв. Я говорю сейчас о демографии. нынешняя система не решает самого главного вопроса. Ликвидация вот того катастрофического падения демографического, которое началось в 92-93 годах. На наше с тобой поколение, мы с тобой ровесники 80-го года, мы поколение бэби-бума, последнего советского бэби-бума. На наше с тобой поколение в нулевых годах возлагали огромные надежды на то, что именно мы с тобой и миллионы таких, как мы, решим проблему восстановления демографии. Скажем так, то, что мы в 90-х потеряли, получили вот такую вот яму демографическую, то, что наше такое самое многочисленное поколение сможет компенсировать эти потери. Не получилось. Не получилось. Да, было превышение роста надсмертности, рождаемости надсмертностью, но оно было вот таким, а права вот такой. И он опять начался. Ну, а что же тогда, всем в сторону гулага идти? Нет, 37-го года. Нет, нет, нет. Почему социализм это сразу гулаг? Некоторым так кажется. Я вот, например, помню совсем другой социализм. Он был добрый и гуманный. А до него был гулаг? А до него было еще что-то, а еще что-то, еще что-то. Мы что, будем так дальше возвращаться к самым истокам? тогда давайте с самой какого шкуры нарядимся. Ну, вот нам же тут сказал главный человек в стране, что без потрясений и крови ничего не переустроить. Собственность нет, а брать, наверное, имелось в виду. Давайте к вопросу о потрясениях и смене систем поговорим чуть-чуть попозже. Я сейчас закрою тему с демографией, если можно. Да-да. Так вот, на наше поколение возлагали огромнейшие надежды на то, что мы решим эту все, эту проблему, но мы ее не решили. И надо разбираться в причинах, почему наше поколение не смогло. А причины, помимо психологических, как нам говорили, нам же в 90-е годы вбили в голову вот эту идею о том, что нечего выражать нищету. помимо психологических причин, в том числе о том, что мы поколение потребителей, и мы хотим сладко... пожить сегодня для себя. Сладко спать, вкусно жрать, поменьше работать, при этом получать очень много. Но надо разбираться с более серьезными причинами. А более серьезные причины, это, например, жилищный вопрос. Это вопрос стоимости детских товаров. Это вопрос зарплат. То есть мы же прекрасно понимаем, то, что средняя зарплата в стране и модальная зарплата в стране, которая более соответствует действительности в регионах, по крайней мере в регионах, это же две разные величины. А размером средней зарплаты, извините, в регионах смеются просто. Сколько люди получают в Калужской области? Средняя зарплата официальная 42. 42? Официально? Официально. А реальная? А реальная 25. Это хорошо. 25 тысяч рублей. Это очень хорошо. Ну, в Обнинске 30-35. А дальше по области... То есть ты сейчас на разговор к нам приехал, по сути, в другую страну? Да, по сути, да. То есть вам, москвичам, это действительно какая-то другая планета. И мы в регионах на вас смотрим как-то на совсем другую страну. Вот вы для нас Европа уже какая-то другая страна, а мы вот как-то живем, пытаемся как-то выживать. И в такой обстановке появляться на свет не хочется? Не, не только. Да господи, всему есть логичное объяснение. И не всегда они порой касаются таких духовных материй. Ну вот же, экономика, вполне себе экономика. Типа мы поколение этих самых, как вам, потребителей и все такое прочее. Давайте возьмем простой вопрос по стоимости жилья тогда и сейчас. И о его доступности. И о его доступности. Ну, очень простой пример. Себранки предлагают ипотеку. Который я, кстати... Надо понизить проценты, это станет всем доступным. Вот этот пример, который я часто привожу, кстати, таксистам молодым, с которым я разговариваю. И после них, после этого примера у них вот такие вот глаза. А как? Потому что давайте не забывать, что помимо бесплатного жилья, которое действительно можно было долго ждать. В Советском Союзе. В Советском Союзе. Были же еще и кооперативные квартиры. В разных регионах было по-разному. Где-то было сложно купить, а где-то было не так и сложно, потому что строилось много. Например, в Ташкенте. И цены были примерно одинаковые по всему Союзу. То есть, что в Калининграде, что в Москве, что в Ташкенте, что во Владивостоке. Цены, порядок цен был примерно один. Вот простой пример. Моя тетка в конце 70-х приобрела двухкомнатную квартиру. Стоимость квартиры составляла 7,5 тысяч рублей. Двухкомнатная квартира стоила 7,5 тысяч рублей. А какая была зарплата? А зарплата была 140 рублей. У нее была примерно как средняя зарплата по стране. Так вот, для молодежной аудитории объяснение, что такое было 7,5 тысяч рублей в те времена. Это же мыли столько стоило. Вы можете себе представить квартиру по цене машины? По цене. Ну, какую машину? Например, Hyundai Solaris, да? Так машин не было совсем. Машины так дорого стоили. Это была... А давайте сопоставим по-другим. Это сопоставление делается очень часто. К примеру, одна квартира это 10 цветных телевизоров. В те времена. То есть, квартира не была чем-то недосягаемым и запредельным? Я специально у нее узнал, сколько все это дело стоило. Как накладно было платить за свое собственное жилье. При зарплате 140 рублей в месяц у нее был ежемесячный платеж 26 рублей. Но у нее был большой первый взнос 3000. Если бы у нее не было такого большого взноса, она платила бы 42 или 43 рубля. А переплата за 15 лет этой рассрочки, потому что не было ипотеки, это все называлось рассрочка, переплата за 15 лет составляла всего 500 рублей. То есть, никакого вот этого кредитного плеча, на котором наживается банк, не существовало? Человеку просто позволяли обзавестись жильем? Что такое? Вот пытаемся проанализировать. 140 рублей у человека зарплата, 26 рублей он отдает за квартиру. Хорошо, пусть 43 рубля он отдает. Еще почти 100 рублей у него на руках. А в советские времена на 100 рублей можно было очень даже неплохо жить. Уж по крайней мере с голоду не помирали на 100 рублей зарплаты. Теперь смотрим, что у нас сейчас. Ага. Даже не Москву берем. Не Москву. Возьмем регионы. Стоимость квартиры сколько там? 3-3,5, двушка, да? Хорошо. Взял человек в долг 2 миллиона. Сколько он отдает реально? По факту за 15 лет. Хорошо, если 5. И ежемесячный платеж хорошо, если 30. При том, что... И рожайте. И рожайте. Плодитесь. Я, кстати, видел такую рекламу. Прямо так и написано было. Плодитесь. Вот именно этот аргумент... Реклама жилого комплекса. Плодитесь. Именно этот аргумент я привожу молодежи. Ну, извините, уже не так я молод. Для меня те, которые 20-25, уже молодежь. Именно этот аргумент я привожу. И этот аргумент на них действует действительно очень серьезно. Удается тебе переубеждать? Да я не пытаюсь переубеждать, на самом деле. Ну, не пытаешься, но удается или нет? Ты знаешь, вот и все. А кому-то чертовски не повезло. А кому-то чертовски не повезло. О чем ты пишешь в Твиттере, ВКонтакте? Я думаю, сейчас появятся новые желающие ознакомиться с этим. Ну, если хочешь, могу сам последний Твиттер зачитать. Ну, давай. Не вопрос. Это было посвящено нашей любимой либеральной оппозиции. Когда голодал Махатма Ганди, рушились колониальные империи и прекращались войны. Когда голодают, в кавычках, Люба Соболь и Найдовь Савченко, в гробу переворачивается Станиславский. Все-таки я хотел бы под конец ненадолго вернуться к медицине. По твоим ощущениям, если реформа будет продолжаться, оптимизация, а точнее говоря, приватизация, будет проведена так же успешно, как в образовании? Это будет катастрофа. Это будет катастрофа, это уже катастрофа. Я могу об этом судить. Почему? Потому что я долгое время работал в государственных организациях и общался с самыми разными людьми, в том числе с власть-придержащими и более-менее был в курсе, что творится у нас в области. Ну и вот простой пример. После вот этой оптимизации, когда стали закрывать отделения в больницах, что получается? Например, вот есть такой город Юхнов в Кавужской области. Он почти в ста километрах от меня. и раньше в городе Юхнове в районной больнице было кардиологическое отделение. Потом его закрыли. И сердечников после приступа везли к нам за сто верст. Я ездил этой дорогой, там нет дороги. Ну вообще ввести сердечников за сто верст это, конечно, то еще кощунство. Поэтому я говорю, если это все дело доведут до конца, это будет катастрофа, на мой взгляд. То есть для некоторых людей капитализм в прямом смысле означает смертный приговор. Он уже означает, потому что эти случаи уже были. Просто о них не рассказывают. Мы не в вакууме живем, мы врачи, санитары, медики, плюс чиновники. Все это дело проходит, проскальзывает. Об этом говорят. Об этом в регионах знают. То, что мы называем стабильностью и тихим развитием, эволюцией, поступательным развитием, в действительности означает тихую войну, на фронтах которой незаметно исчезают люди. Смотря в чем. По крайней мере в смысле медицины, здравоохранения. Понимаешь, не все бывает черным, не все бывает белым. Есть полутона. То есть, к примеру, если взять провинциальные городки, какими они были 30 лет назад, они были, конечно, зачуханными, занюханными. У некоторых из них теперь просто нет. У некоторых просто нет. А некоторые хоть более-менее украсились. И теперь люди, чтобы в соседний город поехать, не ждут два часа автобуса, а хотя бы... То есть под занавес нашего разговора ты будешь защищать современную эпоху? Я не то, что буду защищать современную эпоху. Я вижу и плюсы, и минусы, и того, и другого. Как и положенный историк. Как и положенный историк. Как бы то ни было, спасибо тебе большое за то, что ты до нас добрался. Сколько километров тебе пришлось проехать? Ну, почти 100 верст. Спасибо за это. Спасибо за мужество, с которым ты держишься. Спасибо, что пригласил. Да, и с которым ты делишься с другими людьми своими взглядами и своим настроением. Желаю тебе не терять этой бодрости, что бы ни происходило. Будем оставаться на связи. Спасибо. Спасибо.